На строительство объектов здравоохранения, образования, спорта и ремонт дорог в Верхневолжье выделены дополнительные средства. Решение о внесении изменений в региональный бюджет на ближайшие три года принято на свидании правительства Тверской области. Подробности у Натальи Чегет. В сфере здравоохранения расходы увеличатся на 2 миллиарда рублей. Средства направят на строительство детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери. Взрослые поликлиники в Старице и амбулатории в поселке Новозавидовский Конаковского района. Предусматриваются дополнительные средства на капитальный ремонт Ржевского роддома, Балаговской ЦРБ, пликлиник в городе Осташкове, Ржеве и Твери. Также предлагается выделить финансирование на продолжение нашей программы, оснащение ФАПов и врачебных амбулаторий новым оборудованием, также развитие системы сосудистых центров и других направлений медицины. В отрасли образования планируется завершить строительство школ в микрорайонах Южной и Радужной Твери, а также в деревне Вахонина Конаковского района. Кроме того, должен быть построен новый детский дом в Калязине. Для школы номер 3 в Нелидове запланировано строительство спортзала. Также в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» дополнительные средства направят на строительство футбольного манежа и двух грибных баз в Твери. Дополнили, включая центральным стадионом города Твери, Уже есть повышенный спрос на использование этого объекта. Это стадион «Текстильщик», который должен быть оснащен дополнительными инженерными объектами. И наш стадион в городе Твери, где тренируется футбольный клуб Твери, это стадион юности. Кроме того, изменения внесены в финансирование программы переселения граждан из аварийного жилья, а также в программу бесплатной дегазификации. Дополнительные средства выделены на ремонт дорог и реставрацию объектов культурного наследия. Глава региона подчеркнул исполнительным органам Тверской области, ответственным за реализацию проектов, по которым увеличивается финансирование, необходимо в установленные сроки обеспечить получение документов, государственные экспертизы, заключение государственных контрактов и их реализацию в строгом соответствии с утвержденными планами-графиками.